прятать вредные вещества внутри жировых клеток, ткани становятся менее эластичными. Таким образом, друзья, у нас получается порочный круг. Необходимо категорически отвести лишнюю жидкость из ткани. Очень большое значение имеет направление, потихонечку уменьшается и вот уже почти исчезла. Здравствуйте, друзья и коллеги! Я Станислав Чернонок, автор и создатель онлайн-школы векторного массажа и соматики. И сегодня мы поговорим с вами про проблему рыхлого тела. Рыхлое тело – это когда ткани явно увеличены в объёме и когда они плохо держатся на теле, есть некоторая отёчность и целлюлитность. Мы сейчас поговорим с вами на предмете. Ложитесь на спинку. Смотрите, что у нас у нашей модели. Во-первых, увеличенный объём подкожной жировой клетчатки. Во-вторых, жировая клетчатка, вообще лишний объём не в тех местах. Вот мы видим здесь лишний объём по боковой поверхности бедра, по передней поверхности бедра, вообще по всем ногам, по лодыжке, вот это вот, прям безобразие. Более того, по животику, по рукам. То есть существует общий интегральный процесс, который сопровождается тем, что при защипе тканей болезненные, объём этих тканей довольно большой, они неоднородные. И это всё признаки того, что в теле существуют патологические процессы. Так вот, досмотрев до конца это видео, вы узнаете, по каким причинам возникает подобная ситуация, и что в принципе нужно делать для того, чтобы с ней справиться. Вы знаете, что у человека количество жировых клеток не меняется с трёхмесячного возраста? А чего меняется? Ну, например, количество клеток кожи меняется. А почему так меняется? Ну, каждая жировая клетка либо толстеет, либо худеет. И это очень прикольная штука, потому что если мы регулярно голодаем, жировая клетка думает, фига себе, возможен голод, надо запасаться. Каждая жировая клетка помнит, и каждый наш голод приводит к тому, что мы будем худеть хуже, а набирать массу более интенсивно. Объём подкожной жировой клетчатки определяется двумя параметрами. Во-первых, объём жировой ткани, которая есть под кожей, а во-вторых, количество межклеточной жидкости между клетками жировой ткани. Это два абсолютно разных параметра, но они довольно сильно влияют друг на друга. И если мы хотим сделать наше тело более подтянутым, нам необходимо действовать в двух направлениях. Во-первых, мы убираем лишнюю жидкость из подкожной жировой клетчатки, работаем на лимфатическую систему. И второе, мы должны увеличить структурность ткани. Давайте рассмотрим патологический процесс, который возникает у человека, когда его тело становится рыхлым. Во-первых, в какой-то момент мы начинаем потреблять больше калорий, чем нужно нашему организму, и очень часто это сопровождается тем, что это не совсем те калории. Например, больше сладкого, например, больше жирного. И вот тело, во-первых, начинает запасать в жировых клетках питательные вещества, и жировые клетки начинают увеличиться в объёме, и подкожная жировая клетчатка становится толще. А во-вторых, происходит интоксикация подкожной жировой клетчатки. Это связано с тем, что в огромном количестве случаев мы не двигаемся в достаточном количестве, мы питаемся не совсем теми продуктами, и у тела нет инструментов для того, чтобы оно вывело все вредные вещества, которые попали в наш организм. И у тела, если оно не может правильно выводить все вредные вещества из организма, у тела остаётся в запасе механизм прятать вредные вещества внутри жировых клеток, где они хранятся длительное время и отравляют наш организм своими миасмами. И тут, друзья, будьте внимательны, происходит очень интересный процесс. Когда у нас увеличивается в объёме жировая клетчатка, у нас происходит разбухание этих тканей от воспалительных процессов, вызванных токсинами. Это приводит к тому, что ткани становятся менее эластичными, и при увеличении объёма возникают микроскопические разрывы, такие как, например, стрии, и, соответственно, проводимость жидкости ещё ухудшается, то есть телу станут ещё сложнее вывести вредные вещества из подкожной жировой клетчатки. Таким образом, чем больше у нас отёка, рыхлости, токсичных веществ, тем у нас меньше эластичность ткани, и тем у нас опять больше токсических веществ, отёка и рыхлости. Таким образом, друзья, у нас получается порочный круг. Ну и, конечно же, самый быстрый и эффективный способ разорвать этот порочный круг, это сходить к хорошему массажисту, который умеет работать с этими двумя проблемами. Первая история, которую мы должны с вами сделать, это необходимо категорически отвести лишнюю жидкость из ткани. Мы помним, что лишняя жидкость – это межклеточная жидкость или лимфа, соответственно, нам категорически необходимо прочистить лимфатические узлы, которые и являются препятствием поддвижению этой жидкости. Так, например, когда мы говорим про нижние конечности, для нас принципиально важным являются паховые лимфатические узлы, их огромное количество. Соответственно, перед тем, как мы выполняем лимфодренажный массаж, мы должны проработать лимфатические узлы. Что значит проработать лимфатические узлы? Посредством особых прикосновений мы начинаем коммуницировать с лимфатическими узлами, что приводит к тому, что гладкая мускулатура внутри лимфоузлов расслабляется, и это приводит к тому, что жидкость начинает более свободно, естественно, двигаться внутри лимфатического узла. Вот сейчас вам кажется, что я просто положил руку на тело своей пациентки, а на самом деле в это время сейчас происходят активные процессы по очищению лимфатического узла, находящегося в паху. Таким образом, после того, как мы прочистили лимфатические узлы, мы имеем возможность гнать жидкость из подкожной жировой клетчатки в эти открытые лимфатические узлы. Эта работа довольно скучная. Мы очень медленно, очень плавно, очень поверхностно по специфическим направлениям перенаправляем жидкость из тканей в лимфатические узлы, а потом опорожняем лимфатические узлы так, чтобы лимфа поднималась вплоть до венозного угла. Помним, это очень важная история, что категорически в рамках работы с лимфой важно соблюдать протокол и последовательность правильной работы. Мы это рассказываем на нашем бесплатном трехдневном марафоне. Переходите по ссылочке и регистрируйтесь. А мы продолжаем дальше. Итак, у нас есть движение выглаживания. Далее выполняем движение сдвигания. Опять же, очень большое значение имеет направление. Я надеюсь, что вы понимаете, что я показываю не весь протокол, потому что протокол занимает порядка часа. И в этом протоколе каждое движение является принципиально важным. Вот мы прочистили лимфу, открыли все лимфатические узлы по пути следования к венозному углу, проработали разными техниками, двигаясь в разных направлениях в соответствии с ходом лимфы. После этого мы можем себе позволить работать уже непосредственно с подкожной жировой клетчаткой. Вот здесь у нас вот такая вот история, что образовалось множество фасциальных перемычек, связанных с воспалением внутри подкожной жировой клетчатки. Условно говоря, в норме подкожная жировая клетчатка должна быть абсолютно проницаема для жидкости. Но из-за того, что есть воспалительный процесс, здесь образовались множество перемычек, и эти перемычки как раз и создают чувство болезненности. И если вы щипаете себя за бедрышко и обнаруживаете, что это не очень приятно, это верный признак того, что у вас там воспалительный процесс, и образовалось множество неправильных нитей в ложных и неверных направлениях. Вот смотрите, сейчас я держу некоторое время, прямо огонь, огонь, да? Больно, 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 больно. Отпускаем. Боль остается, потихонечку уменьшается, и вот уже почти исчезла. Это говорит о том, что я, чувствуя правильно это напряжение и эту жесткость под своими руками, я по специальной процедуре сформировал правильное направление биомеханических структур, которые препятствуют правильному движению жидкости в теле. В принципе, мы, конечно, должны с вами проработать всё тело. Вот у нас есть и голени, у нас есть и бёдра, у нас есть и живот, и рути. Или мы должны проработать все поверхности тела, где существует застревание жидкости внутри тела. К чему это приведёт? Это приведёт к тому, что жидкость перестанет застаиваться в тканях. Это приведёт к тому, что обменные процессы станут более интенсивными. Это приведёт к тому, что воспалительные процессы снизятся. Это приведёт к тому, что структура ткани изменится и станет более гладкой и привлекательной. Мы работаем в тех техниках, которые я показываю, со всеми частями тела, которые вызывают у нас вопросы. Конечно же, существует масса подробностей касательно внутренней поверхности бедра, задней поверхности бедра или, например, зоны талии. Здесь есть очень много всяческих подробностей, которые надо учитывать для того, чтобы получить гарантированный результат. Ну и кто-то скажет, ну вот у вас много воды, вы её как бы сдавливаете, а куда она денется? И это правильный вопрос, потому что пациенты регулярно, когда я начинаю с ними работать, бегают раза два в туалет, потому что из них начинает активно идти вода. Здесь я хочу до вас донести тот факт, что очень опасно нарушать протокол работы с телом. С чем это связано? Вот здесь вот тело собрало огромное количество всякой дряни. И эта дрянь, она была сюда спрятана не просто так, а потому что она не полезна и не хороша для организма. И в этом смысле, если мы нарушаем протоколы, если мы предварительно не работаем с лимфой, если мы не следим за тем, что происходит с пациентом, если пациент, например, не воспринимает наш массаж как что-то важное, серьёзное, например, после массажа идёт ещё на физическую тренировку или на пирушку идёт, где потребляет много пищи, он может просто получить токсический шок и головную боль, например, или повышение температуры. Поэтому крайне важная часть, чтобы вы следовали протоколы и оповестили пациента о том, что процедура, которую мы выполняем, она очень важна, и к ней надо относиться серьёзно. Наша модель убедится, что вот мы сейчас поработали с одной ножкой, и будет очевидная разница между левой и правой ногой. Я думаю, что вы прямо сейчас можете потрогать себя, вот потрогайте, чувствуете? Ну да, это мягенькая, приятная такая. Казалось бы, да? А что с этой не так? Ну это рыхлая и одновременно такая... Набрягшая. Набрягшая. Ну вот мы поработали буквально там сколько, 5 минут на камеру, довольно формально, но тем не менее, уже сейчас есть очень хорошие результаты. Ещё мне важно рассказать вам о двух вредных убеждениях. Первая история заключается в том, что уж если я набрал лишний вес, или у меня тело стало дряблое, рыхлое, то мне уже никто не поможет, кроме кладбища, или что только физическая нагрузка и диета вам помогут. Нет, это не так. Посредством массажа можно гарантированно, уверенно изменить свою внешность и выглядеть намного лучше. Это реально действенный метод. Я вам это говорю как специалист, который работает уже более четверти века. И второе важное замечание, что некоторые думают, что только хороший профессионал может помочь вам с вашими проблемами по рыхлому телу. Здесь вы можете стать сами тем специалистом, который поможет сам себе. Те методы, о которых мы говорим на нашем трёхдневном бесплатном марафоне моделирования фигуры, они очень простые. Они реально работающие, потому что они опираются на биологические механизмы и на знание того, как работает тело. И самое главное, они могут быть применены как для того, чтобы работать с другими людьми и зарабатывать хорошие деньги. Они могут быть применены для того, чтобы работать с своими близкими, и могут быть применены для того чтобы работать с самим собой у меня есть масса примеров того как люди очень быстро и очень эффективно приводили себя в великолепное эстетическое состояние и как всегда хочу вас благодарить за то что вы досмотрели это видео до конца за то что вы заинтересованы темой здоровья и деятельно хотите помогать себе и близким а еще мне крайне важно чтобы вы написали вашу историю того как вы боролись со своим телом которое вас не устраивало какие способы вам помогли и что нам делать для того чтобы привести себя в наилучшее состояние максимально быстро эффективно и с удовольствием с вами был станислав чернонок автор и создатель онлайн-школы векторного массажа и саматите и одноименного youtube канала до новых встреч друзья до свидания